Я никогда столько робоксов в игру не донатила вот так, чтобы ходить. Ты узнал, как будет кетчуп, поэтому смеёшься? Кетчуп! Но я один всё равно выброшу, чтобы жизнь бедом не казалась. Ах ты... Всем привет, котята! Меня зовут Лана. Добро пожаловать в мой магазин. И посмотрите, полки пустые. Где мой работник? Это мой магазин скорее, чем твой. Давай быстрее, тащи помидоры. Мой это магазин. Там пшеницу хотят. Какие помидоры? Не помидоры, а помадоры. Простите, пожалуйста, совесть. Что? Ты видела? Он у меня из рук просто вырвал мою пшеницу. Из рук вырвал пшеницу. И этот тоже. Ребят, объясните Лане, пожалуйста, как правильно. Помидор или помадор? Что это такое? А то в прошлый раз прям я читал комментарии, я думаю, да, вот это мои ребята. У меня вообще истерика была. Вообще мы поржали знатно, конечно. Так, надо, слушай, надо, наверное, перевести на итальянский ещё и пшеницу. И яйцо, чтобы разговаривать чисто по-итальянски. А ты делаешь жест вот этот рукой? Ну, типа вот этот. Какой жест? Мне, блин, а сто долларов? Я так не умею. Мне всего лишь сто долларов заплатили за пшеницу одну. Это мало. Сто долларов за пшеницу это мало. Столько же стоит, столько же стоит помидор. Помодор. Помодор. О, мама миа. Помодор. Какой помидор. Так, вот он одно яйцо купит и пшеницу. Ты сколько мне отдашь? Ты сколько мне отдашь? Ну, делайте большие заказы, пожалуйста. У меня оптовый магазин у меня. Оптовый. Оптовый супермаркет. Ты куда пошёл? Как это будет на итальянском? Он пришёл, пришёл, ушёл. Вот это нормально. Это хороший заказ был. Это мне понравилось. А оптовый или оптовый? Ты не знаешь, как правильно? Я считаю, что раз это мой магазин, я могу называть его как угодно. Как тебе такое? Если что, ребят, я просто очень часто пристаю с такими вопросами к Лане. Я даже сам в какой-то момент могу не знать, но Лану задолбать обязан. Понимаете? Это такое. Нам тут пришли новые работники. Работники! Господь всемогущий, спаси. Спасибо, спасибо. Я вам отплачу помодорами. Да, вот помодоров забирайте сколько угодно, а денег не дам, извините. Денег и самой надо. Надо. Так, вот надо яйца тут отнести, а то что-то работники мои не носят. Слышь, ты скажи спасибо, что у тебя уже три работника вообще. У тебя совесть есть или где? Сейчас весь сервер будет на меня работать. Я, кстати, думала, может взять Еву с Ульяной. Ну, видите, как замечательно. Вот, привет, привет, спасибо большое. Привет. Сейчас я даже напишу. Привет, спасибо. Спасибо вам, спасибо. Можете носить вот еще тут курица есть, она тоже полезная делает. Просто эксплуататорша. Я не могу, блин. Ну, вообще-то все нормально. Я на кетчупе тогда буду, Лан. Подожди, а как будет кетчуп по-итальянски? Подожди, я могу погуглить спокойно, как все будет по-итальянски. Так, хорошо. А почему крошка, Лан? Я кошка, вообще-то. Меня тут с Евой скрестили в процессе. А что нужно сделать еще? Нужно, наверное, увеличить стойку. Ёш, ты узнал, как будет кетчуп, поэтому смеешься? Кетчуп. Помидор это помодор. Кетчуп это кетчуп. Спасибо большое. Ага. Огромное спасибо. Слушай, у нас, по-моему, слишком много работников. Так, ты стой давай на кассе. Да я не могу, мне никто тут не занимается пшеницей. Свободная касса. Пшеницей никто не занимается, чтобы кто-то занимался пшеницей. Касса свободная, говорю, сейчас пойду пшеницу сделаю. Так, итак, подводим итоги, ребят. Кетчап, помодор, и пока не знаю, как пшеница. Ну, ты можешь узнать. Я могу узнать, но надо с пшеницей разобраться просто. А это Ёшин начал на польском уже говорить. Я так не хотел шутить на эту тему, так не хотел. Ладно, у тебя тут конфликт, по-моему, дозревает. Где конфликт? Просто уже. Ну, как это? Ты шутишь в шутке. Неправильно. Нормальные я шутки шучу. Так, пшеница. Пшеница. Что значит согласись? Меня хотят, что-то от меня хотят, что-то согласись. Я не умею соглашаться, я продаю помодоры. Пшеница, Ёши. А, нормально, разложил пшеницу. Грано. Разложил. Ёши нормально, разложил грано. Ёши. Ёши. Как ты в прошлый раз? Ёши. 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 Итак, помодор, кетчап и грано. Что еще надо? Яйца, яйца. Яйца. Нужны яйца, секунду. Что ты делаешь? Ты у меня украла. Да не украла, давай увеличу. Я выброшу, я выброшу твой этот кетчуп. Смотри. Смотри. Ты выбросил? Это какой-то тикток. Ага. Я даже поняла, какой. Кто понял, какой тикток, можете написать. Это кто? Яйцо. А, ты повторяешь за этой женщиной, которая переводит. Все, я поняла. Грано. Так, Ёши, подожди, а что дальше делаем? Что мы, что покупать? У меня 11 тысяч. Мы итальянцы все-таки с тобой. Когда в Италию, кстати, Лан? Сначала в Черногорию хотя бы доедеть, а там уже поговорим. В Италию. Ага, ага. Там по дороге, кстати, если что. Да, это реально? Нет. Ну ясно, спасибо за обман. Ёши, у меня есть 13 тысяч денег. И робоксы еще, конечно, есть. Нормально. Можно попробовать немножечко себе добавить. И что купить, простите? Не знаю, ни на что пока не хватит. Что мне тут сотку всего оставил кто-то? Вообще. Что так мало? Да я не знаю, они какие-то... Ёши, все работники ушли. Нет, они тут. Осталось. Да, а, да? Ну я только одну вижу. Она унесла помодору. Ну да, одна здесь точно. Что она делает? Помодору унесла. Дело вот в чем. Там просто некуда ставить. Некуда ставить. Нет места, понимаешь? Так надо увеличить полку, значит, для кетчупа. Правильно? Да увеличь, все увеличь. Что? Для кетчапа. Слушай, а она не увеличилась, по-моему. Шок. Ну спасибо тебе. Ну я потратила там 8 тысяч. А, подожди, там еще одна внутри, подожди. Кетчап нормально все. А-а-а, у меня сколько слоев. Дожди, а как там яйцо? Ого. 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 А что ты стоишь здесь ждешь? На тебе пшеницу вали отсюда. Плати, Ланя, деньги. Плати, деньги. Больше золота. Ребят, в комментарии напишите, какое слово из этих четырех... Давайте я перечислю для того, чтобы вам было проще. Итак, начинаем наши уроки итальянского. Итак, помодор, кетчап, грано и лово. Какое слово вам нравится больше из этих? Ну вы можете написать. А что, ага, а тебе какое? Ну, ребята, я думаю, написали уже. Помодор? Да. Помодор это шок. Ребят, а если вам по-прежнему больше всего нравится помодор, то поставьте лайк. Просто, не, я сейчас такие чисто опросы социальные дубашу, а ты что, недовольна чем-то? Ты помодор, ты поняла? Я довольна. Сам ты помодор. Ты ого. О, пока. Или ты грана. Я думаю, донатить мне или нет, понимаешь? Ладно, я доначу. Донать. Донатер ша. Даже вот совсем, у меня денег все меньше и меньше становится. Понятно? Ну, да, это так и работает. Я вот это покупаю. Я не знаю, что это, но я это покупаю, смотри. Давай. 30 тысяч, 30 тысяч почти. О, боже мой. 30 тысяч. У меня купила только что 60. Мука. О, давай следующую. Вот эту покупай. А это вот это? Покупай вот это. А, или вот ту, я не знаю. Подожди, вот это надо. Вот эту покупай. Я буду делать муку, давай быстрее. Правильно же покупаю? Я очень надеюсь, что я правильно покупаю. Давай покупай муку. Мука. Мука, молка какая-то. Обалдеть. А у меня тут очередь уже. Ну, так а ты работай хорошо. Почему я хорошо работаю? Надо пшеницу увеличивать. Она тоже хорошо работает в школьной форме. Она со школы к тебе пришла. Ужас какой. Ты цени вообще это. А как я могу? Я не могу. Она курицу отлично кормит. Но я не знаю, как ей заплатить. Я тоже не знаю. Но она пока на добровольной основе. Она знаешь, я ей этот... В школе сказали, надо... Да-да-да-да-да, практику пройти просто. Да, спасибо, мои работники. Спасибо. Пожалуйста. Да. Подожди, я могу... Сейчас, я могу тоже так сделать. Я могу забрать у тебя помодоры. Ты что, обалдела? Не могу, что ли? Какие помодоры? Отдай помодоры. Не можешь ты забрать помодоры у меня. А раньше могла. Я забирала. Муку покупают. Продано. Ура. А что стоит? Как аукцион. Что стоит-то мука? Я не знаю. Да они все, они мало дают. Мне сотку какую-то. Так, я буду улучшать или покупать. Мне не хватает. Ладно, а что такое ово? Это яйцо. Правильно, молодец. Молодец. Так, сейчас, а я переоденусь все-таки. О, блин, что-то как-то странно выглядит. Что? В смысле? А что там у тебя? Да у меня, я просто, видишь, я по твоим стопам, ты мой учитель, и я по твоим стопам пошел, делаю костюмы, и у меня есть... О, господи. Школьница. Да, видишь, мы две школьницы получились. А вы похожи, а у вас одинаковые костюмы. Так у нас один костюм, я просто заприметил то, что у нее тоже такой же костюм, как и у меня, и я думаю, ну, блин. Я придумала. Это, знаешь, это форма в моем вот этом магазине. А, нормальная тема, слушай. Да, понял, конечно, конечно. Это вот так нормально. А вот кто-то сказал, что уйдет спать. Смена, видимо, закончилась. Все тогда пока. Ты молодец, хорошо поработала. Я надеюсь, ты помогала мне или нет, если... Ну, пока вот. А я не помню ее здесь. Я помню другую девочку. Ну, пусть. Если помогала, то спасибо. Да. Ну, вообще, на самом деле, пора спать. У нас тут много времени уже. Да, как обычно. Мы вот такой фигню занимаемся обычно, когда... Ночные переработки. Да-да-да-да-да-да-да, когда дофига времени. Вот этот вот покупатель, вот неси сюда мне. О, он сейчас еще и вот это вот пшено возьмет. Она пошла спать, а на самом деле она украла у меня кетчуп. Кетчап. Посмотри на нее. Слушай, а я, кстати говоря, я только в ТикТоке слово помидор это слышал. Может быть, помидор. Может, оно не так как-то говорится. Представляешь, мы всех ребят обманули. Ты слышал или читал? Помодоро. 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 Это правильно? Помодоро. Помодоро. Почти. Я как-то раз видел комментарий, мол, смотрю тебя из Италии. И вот если сейчас этот человек, ну, если у этого человека родственники, коренные итальянцы, они, наверное, сейчас вот этот джесс делают и... Мамма миа! Говорят. Я уверен. Помодоро. Мне кажется, Эр слишком у меня такая выразительная. Она не должна быть такой выразительной. Помодоро. Она все равно выразительная получается, слушай. Почему так? Ну, потому что ты очень... Может, я итальянец какой-то коренной, и я в этом не знаю. Надо сделать тест ДНК, слушай. Ага. Может, у меня в роду были какие-то итальянцы там, затесали, знаешь. И теперь ты можешь просто ходить по улице и говорить помодоро. Оно, грано, помодоро и кетчап. Ёши, давай напиши, как будет, меня зовут Ёши. Сейчас, секунду. Иль мио номи э Ёши. Иль мио номи э Ёши. Но тут надо говорить... Иль мио номи э... Ой, подожди. Иль мио номи э Ёши. Надо так-то говорить. Помодоро. А это фамилия, да? Это фамилия, если кто не понял. Ёши помодоро. Слушай, а хорошо звучит. Хорошо звучит, я тоже об этом подумал, слушай. Очень даже неплохо. Был шампиньон, стал помодоро. Стал помодоро. Так, Ёши, Ёши, что покупаем? Покупаем новый куст? Да блин, что так дорого, 32 тысячи надо. А есть что-то еще новое? Я не вижу. Я не вижу. Ну, место там есть. Но, видимо, сначала нужно купить еще курицу и тот куст. Не разрешают пока, видимо. Ага. Так, вот только одну муку забрали. Три заплатили за муку. Ну, в принципе, ладно, сойдет. Но я хочу на новые этих хлопьях колосья копить. Надо колосья купить. Блин, я забрал три муки, а места-то нет. Ты что, будешь выкидывать муку? Я буду ждать. Хочешь, выкину? Хочешь, выкину? Нет! Выкинуть? Там человек забрал муку. Тогда скажи, как переводится яйцо на итальянский. Да забрал человек муку! Ставь. Яйцо на итальянский. Быстро. Три, два, один. Яйцо? Да. В смысле? Яйцо? Или что ты спрашивал? На, ну вообще правильно, да. Ты вообще, ты... Но я один все равно выброшу, чтобы тебе жизнь в мёдом не казалось. Ах ты... Знаешь, Ёши, я тебя уволю сейчас. Ты что, куда ты меня уволишь? Ты не можешь меня уволить. Я слишком ценный сотрудник. Я могу тебя уволить. Я могу тебя заблокировать. Ты что, страх потеряла, что ли? Я надеюсь. Ёши, тут корова нарисована. И что? А как её добыть? Молоко будешь, типа, продавать, покупать, делать? Надо как-то... А как? Где корову купить, ребята? Помогите. Кого спрашиваешь ты? Я это... Это вопрос в пустоту. Крик о помощи. Нужна корова. Слушай, можно сначала вторую курицу купить, чтобы потом купить корову? Ты думаешь, что так работает? Я пошла покупать курицу. 17 тысяч, мои, забирайте. Курицу отдавайте. Мне кажется, ты ошибаешься. Ну, мы сейчас узнаем. Ну, я уже знаю, ты ошибаешься. Да. Ну, вот. Ты ошиблась. Ну, а что? Значит, надо купить второе зерно. Правильно? Ну, я не знаю, нет. Как это нет? А что надо купить? Помодоро. Помодоры есть. Вторые не продаются уже, всё. Да, ладно. А там что? Вот это левел ап. Это что такое? Это просто левел ап. Ну и зачем? Ну, вот на, ещё потрачу. Это просто их больше. Куда ты их будешь пихать? Я уже купила, чтобы ты вот посмотрел. Чем больше помодоро, тем лучше. Нет, они дешёвые. Мне не нравится, когда они покупают помодоры. Слушай, Ёж, я хочу, чтобы тут много денег было. Вот так уж, чтобы они складывали выше и выше деньги. Что ты несёшь? Сейчас, я послушал переводчик. Сейчас ещё раз. Пью помодоры меглио э. Это знаешь, что это значит? Что это значит? Чем больше помидоров, тем лучше. Ну, звучит как-то э. Э. Это правда. Звучит совсем как-то э. Ёж, Ёж, перестань носить помодоры. Носи хлопья вот эти. Да не те. Хлопья. Там сейчас не хватит человеку купить следующему. Всё ему хватит нормально. Спокойно. Вот, смотри. Вот на. Вот на. Ещё тебе. Всё тут нормально. Ты сколько мне денег заплатили? 9 тысяч, правда, всего. А сколько ты мне заплатишь? Ну, потом. Тут как в меме. Ноль. Ёж, всё равно пока ещё почему-то цена на доната не поменялась. Мне не нравится. А может, она и не будет здесь меняться? Надо, чтобы поменялась. Она менялась раньше. Она точно менялась. Видимо, я что-то ещё не доделала. Может, поменяется тогда, когда надо, что-то купишь, типа. А чё я куплю? Мне надо вот там только этот колосок купить. А потом третий ещё колосок придётся покупать. А у меня нет столько денег. А чё ты? Слушай, а я продаю, он не покупает. Слушай, а, наверное, реально надо купить вот эту штуку. Да я поняла, что надо купить. Больше нечего покупать. А я не могу даже продать ему теперь ничего. Смотри. Чего? Смотри. Всё сломалось. А шо? Иди отсюда, помодора набрал моих. Ты чё? Я не могу ему продать ничего. Может, надо умереть немножко. Может, не надо. А я не знаю, но он не покупает. Ну, реально, слушай, а что? О, а это смотри. Другой, это другой покупает. Реально. Вот очередь, это он и деньги забыл, что ли? Я не знаю. Реально, деньги забыл. А вот сейчас он покупает. Ничего себе. Сколько денег? Дай заберу. Ой, с денег дай возьму. Так, подожди, подожди, ещё больше будет. Смотри, смотри. Ой, 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 хорошо. Ой, я бы в них лёг и вот так ангелочка сделал. Обалдеть, смотри, сколько денег. Деньги, мои деньги. Как вы думаете, сколько здесь денег? Я думаю, тут миллиона два. Да. Банка прикола. Но на самом деле нет. Ну, просто они такими большими, такими купюрами, такими стопками. А на самом деле нет. Слушай, хорошо мы с девочкой сработались, капец. Да вообще, вам надо премию выписать. Как обычно, ноль умножить на 10 миллиардов, да? Да. Это ваша премия. Спасибо. А сколько у тебя уже денег, скажи, пожалуйста? У меня 12 тысяч, но лежит тут тоже примерно столько же, наверное. Не знаю. А соберёшь, может, или как ты считаешь? Не, я хочу, чтобы сейчас красивее больше было. Смотри, опа. Всё понял, всё понял. Сейчас ещё будет больше, смотри. А просто нет смысла, я пока всё равно ещё не куплю. А так они тут красиво копятся. Ну ладно, я думаю, что вот это уже надо собрать. А вдруг они пропадут? Собираю все деньги. Смотрите, как красиво. Красиво, как нравится мне, как красиво. Ну ты ж не видел, что они тут на весь экран вообще-то. А, да? Не, я не видел. У меня своего магазина нет. У меня денег нет, я как бы такой. Ну блин. Как это называется? Подожди, забыл. Аскет, я аскет. Я аскет. Ага, я думала помодор. Помодор это априори. Это долго, я хочу купить у ту штуку, чтобы уже и коровок завести, уже вот это вот всё. У ту штуку, у ту. А пока они так не работают. Хочешь, я твою муку выброшу? Выкину. Отлично, это мне очень поможет, Ёжа, спасибо. Продам в помойку, так скажем. Инвестирую в помойку, правильно? Ёж, его он можно ставить, да. А ещё, а ещё там нет колосков. Всё, всё, спокойно, начальник. Вот приходит человек такой в магазин, говорит, мне нужен колосок. Колосок. Такой, знаете, чтобы вы его вот так вот между рук положили, руками так двигали, и он бежал наверх, знаете, такую игру. Или нет, или нет. Или такой, чтобы, знаете, вот заплёл, и вот так вот на фотосессию девушка красивая фотосессию берёт, и надо на голову ей надеть вот эту штуку, чтобы было красивее ещё. Вот такой колосок мне нужен. Я просто видел, у меня знакомые делали такие фотки прикольные. Типа, знаешь, так в этих каких-то, ну, старорусских, старославянских таких платьюшках, и типа на голове такой колосок, и так это прикольно, типа. Ну, короче, видал, видал такое, конечно. Ага. А у меня опять последний в очереди, первый покупает. Наглец, лезет в неочереди. Хочешь, я его отпинаю? Не, он уже ушёл и заплатил даже много денег. Охранник, не надо, не надо, у меня охранник кто-то другой будет работать. В смысле кто-то другой? Это я вообще-то. Я твою кетчупу вот эту вылью сейчас. Не надо. Я выливаю, я выливаю кетчуп. Нет, не выливай. Всё, без вариков, всё, вылил. Ты что, реально это сделал? Да. Всё, пока. Слушай, а кто яйца, это девчуля яйца фигачит? Да тут вообще все... А где она? А, вон она, она муку принесла. Шок просто. Да вообще, я не знаю, это ей надо заплатить. Мне кажется, ты у нас самое слабое звено, самое бесполезное, нет? А вы продайте хоть что-то без меня, а? Ах ты хитрая. Слушай, ну два человека вполне себе справляются полностью здесь с магазином. Ну да. Если третий ещё продаёт. А можно таких нанять за робоксы? О боже мой. Да. Смотри, так девочка нам сейчас бесплатно помогает, а ты должна была это за робоксы. Ну вообще за робоксы даже хуже, там можно человека только на что-то одно нанять. А-а-а, а мы вот тут универсальные получаются, ребята. Да. О, Ёш, я сейчас куплю ту штуку. Давай, скорее, господи, я не могу терпеть. Сейчас, сейчас, вот деньги заберу. Хочу перевести что-то ещё на итальянский. Но это, это будет просто ещё один колосок. Итак, грано, лобо, помодоро и кетчап. Колосок, смотри. Ты уверена? Да. А почему ты это знаешь? Ну потому что он растёт так же. Он помодоры так же росли, курицы так же растут. И вот, пожалуйста. Ещё 38 тысяч. А где корова? Мне так не нравится. Но, Ёш, я могу задонатить ещё. О, боже мой, началось. Ну просто, ну что же делать? Я выкину твою эту муку сейчас. Я не знаю, 300 робоксов квадратить. А мука, а мука, а мука как? Мука. Фарина. О, красиво. Красивая. Фарина. Так, ладно, Ёш. Почему-то гугл-мужик заговорил именно так. Фарина. Я считаю, что мы покупаем за... Давай, 319 или 152 робокса. Сколько я буду тратить? Слушай, ну это ты миллиардер, не я, понимаешь? Не хочу. Ладно, 159. Всё, 159 тратим. А чё не 300 что-то там? Всё, хорошо, 319 тратим. Ха! Запостановил. Ёси, Ёси, Ёси просто мерзает. Ты надоела. Я выкину сейчас твою муку, я тебе сказал. Твою эту. Да уже выкидывай всё, что угодно. Я выкинул твою фарину, всё. У меня 170 тысяч, а это значит, что у меня вообще всё равно, что тут будет происходить. Я накопила. Я пойду себе её строить дома. Накопила в скобочках, надонатила, донатерша. Да, да, а что? Да. А что? Донатерша. Ничего, ничего. Ёши. Вот оно. Вот то, что мы ждали, это молочко, наверное. Оно все деньги заберёт. Да ладно? Да. Реально все деньги? Да, все деньги заберёт. Так, сейчас, я подготовлюсь пока, я подготовлюсь, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Так у нас потом ещё одну надо будет покупать, это ж не всё. Знаешь, ты офигеешь сейчас. Да. Как там, как там была это, скажи, как там была мука? Не помню. Не помнишь? А скажите, как корова? Да. Мука. О, господи. Да. Это потому, что она делает му? Я не знаю, а мука это фарина. Ёши, я все деньги потратила, там надо ещё 130 тысяч, у меня столько нету. Просто шок. У меня 20, у меня робоксов скоро не станет, я никогда столько робоксов не донатила. Я никогда столько робоксов в игру не донатила вот так, чтобы ходить. Это вообще, это не честно. 23 тысячи, да что это такое, блин? Мне не нравится. Я только стойку для молока купила, ещё не купила даже коровку. О, Ёши, подожди, а теперь дешевле, я сейчас 79 куплю. Нормально, всё, хорошо, робоксы тратим, деньги получаем, коровку покупаем и, видимо, это будет заканчиваться. Вот, смотри, здесь будет коровка. Смотри, 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 ты где? Чё там с мукой стоишь, у меня тут деньги на коровку? Мука, мука сейчас будет. Сейчас, я выкину тогда твою эту, ну, муку, забыл слово. Смотри, смотри. Так, это корова? Это сейчас будет, тут осталось 8 тысяч, сейчас они быстро. Да я тебя ждала. Опа, корова сюда. Какая корова. А чё она? Питается, смотри, чем питается коровка маленькая. Иди сюда. Все пришли смотреть на коровку. Девочка погладить пришла, ёбану, смотри. О, какая хорошая корова. Молоко дала. Первое молоко я сама отнесу на стоечку. Ой. Как будто полезное. Да, сделала вид, как будто полезное. Это мой магазин, что хочу, то и делаю. Понимаю. Девочка теперь кормит коровку, никто больше не кормит куриц. Капец, реально курицы бедные. Да ничего, там и так достаточно яиц, мне кажется, пока что. Да я думаю, что, блин, ребят, эта игра абсолютно неостановимая никогда. Поэтому я думаю, что я и так потратила кучу робоксов. И на этом, наверное, мы будем заканчивать. И с кривими, медьте ми пиача. Это подписывайтесь на меня, ставьте лайки. Ну, это ты должна сказать. И с кривими, медьте ми пиача. И с кривими, медьте ми пиача. Так, да, подписывайтесь, ставьте лайки. И так, все, пока. Чао отутти. Чао отутти. Все, ребят, чао отутти вам. Почти к коровочке погладим. Давай. Какая хорошая. Смотрит на меня. Забери молоко, вынеси молоко. Что ты стоишь без дела? Она смотрит на меня. Иди, она без дела стоит. Она пушит. Она хочет молоко давать. Из-за тебя молоко не дает корова. Из-за тебя, Ёши, молоко придется сейчас выкидывать. Нет, ладно, не придется. Человек забрал. Давай, все. Все, отлично. А вот ты выкинешь уже, никто не забирает молоко. Я выкину твое молоко сейчас. Ладно, ребят, действительно, будем заканчивать. Чао отутти. Всем пока.